Ну раз я остался на стойке один, значит в студии есть гость, и я рад его представить. Нина Бурлака, финалист республиканского этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2018 года». Доброе утро вам. Надеюсь, вам не сложно было прийти в столь ранний час к нам в студию? Нет, потому что утром уроки. А во сколько начинаются уроки у детей? У нас начинаются в 8.30. Ну, достаточно рано. Я думаю, что вам не привыкать столь рано вставать. Да. Но, знаете, наверное, самый главный вопрос, который волнует всех педагогов, это оплата труда. Сегодня мы будем обсуждать это в том числе, и хотелось бы сказать, как обстоят дела, и по поводу молодых специалистов. Действительно ли такой кадровый голод? Ну, вы знаете, я могу сказать, что об оплате труда нам сегодня грех жаловаться. Платят нам зарплату вовремя, ну, а хочется, конечно, всегда больше. Но очень большое внимание хотелось бы вот так сказать о молодых специалистах. Вот у нас сегодня есть очень много программ. В частности, в город, например, доплачивает молодым специалистам 5.700. Первые три года, если они только пришли после института и по специальности работают учителем. Республика доплачивает еще 5 тысяч. То есть изначальная ставка, если около 14 тысяч, вы можете себе представить, то есть молодые специалисты вроде бы как получают, и неплохо. Но, вы знаете, проходит три года. Проходит три года. То есть тогда, когда уже человек пришел в школу, когда он уже вроде бы как погрузился в профессию. А потом вдруг наступает такой момент, когда, в общем-то, все это снимается, эти деньги. И тогда, конечно, очень многие молодые просто не выдерживают и уходят из школы. Вот, и поэтому кадровая политика молодежи очень... Скажите, а сколько сейчас вакантных мест, например, в вашей школе? Ну, у нас одна из лучших школ, поэтому у нас... Вакантных мест нет. Да, вакантных мест нет. Знаете, мне тоже очень много вопросов интересует. К сожалению, эфира не так много, но вот самое ключевое, хотелось бы спросить. Вы знаете, то, что вот по закону есть начальное образование, высшее образование, а по поводу среднего немножечко размазаны границы? Ну, я вам хочу сказать, давайте мы здесь, наверное, определимся, что есть начальное, есть основное общее образование, это для наших зрителей, это 9 классов, и есть среднее образование, это 11 классов. Вот основное общее образование, оно записано в Конституции, прописано в законе о том, что каждый гражданин должен иметь это образование. Что же касается среднего образования? Если мы, например, идем лет 10 назад, то можем сказать, ну, подумаешь, 11 классов закончить. Но нет, сегодня образование перешло на новый качественный уровень, поэтому 11 классов закончить довольно-таки очень, ну, я не хочу сказать, что сложно, но нужно приложить усилия. И поэтому вот в нашей школе, например, уже в 10 класс идут дети, которые уже четко знают, что они хотят, что они в будущем представляют себя, в какой профессии, как они это видят. И у нас есть профильные классы, например, химико-биологический, социально-гуманитарный, информационно-математический, куда же ребята идут с точной программой, что они хотят. И, кстати, вот эта профилизация позволяет им прекрасно сдать, хорошо сдать единый государственный экзамен по профилю. Насколько я знаю, такая система была всегда или нет? Вот именно профилю... Ну, вы знаете, есть, например, школы, в которых, например, есть просто обычные классы. То есть это 11 классов, наверное? Универсальные обычные классы, да, и где заканчивают ребята эти классы, получив универсальное образование. Но я немножечко не понимаю, нужно ли это на законодательном уровне? То есть те люди, которые решили закончить 11 классов, у них всегда есть выбор это сделать. Почему, собственно, этот вопрос подняли? Потому что, вот и насколько мы знаем, внесена поправка в Конституцию, согласно которой и среднее образование, о котором мы сейчас говорим, тоже должно стать обязательным и бесплатным. Есть ли такое какое-то разночтение? Ну, я вам хочу сказать, что если мы будем говорить на уровне государства, то, конечно, о государстве можно оценить этих людях, которые... Насколько они образованы, эти люди. И мне так кажется, что к этому надо стремиться. То есть нужно стремиться к тому, чтобы вот это вот качественное образование для детей 10-11 классов действительно стало нормой нашей жизни, то есть нормой нашего образования. А был какой-то период, когда оно теряло свое качество? Ну, мне так кажется, что было такое время тогда, когда... Вы знаете, было время, когда у нас, например, все заканчивали вузы, и мы помним, что эти вузы были как бы в подвалах, правильно? И человек имел высшее образование. И мне было, например, иногда непонятно, если ученик не проявлял особых способностей, вдруг он имеет такое же высшее образование, ну, там приходит, говорит, я закончил там институт, о котором мы мало кто знали, что это за институт. Инна Владимировна, а считаете ли вы вообще, что высшее образование должно быть поголовным? Нет, конечно. Я так считаю, что... Почему такая тенденция, вот, по крайней мере, до какого-то периода сохранялась? А я вам хочу сказать, что, видимо, здесь связано с семьей. Это, видимо, вот родители. То есть, в общем-то, родители считают о том, что нужно своему ребенку обязательно дать высшее образование. И поэтому, наверное, идет отсюда. Хотя не все дети и стремятся к высшему образованию. И есть те, кто, в общем-то, востребованы, как говорится, в общей рабочей профессии. Вы знаете, как я всегда говорю детям? Они говорят, а вот кем можно стать? Я говорю, вы знаете, можно стать любым человеком в этой жизни. В любой можно профессии. Вот какую стать? Говорю, берите дело, которое вам по душе. И если вы думаете, и станьте докой и мастером своего дела. И вы понимаете, что сегодня хороший сантехник, это тоже проблема. А тот, кто... А краснодеревщик, проблема. А тот, кто паркет кладет, хороший. Вот скажите. Это же ведь тоже проблема. А это рабочие специальности. И нужно, чтобы ребята тоже понимали это. Ну, знаете, все проблемы решать можем и мы в том числе. И здесь сейчас речь пойдет о голосовании. Вы наверняка знаете, что в конце апреля пройдет голосование по некоторым поправкам, которые будут вноситься в Конституцию. Как вы считаете вообще принять участие в таком голосовании? Должны ли все обязаны и вообще эта честь? Вы знаете о голосовании, вот мне так кажется, здесь нужно... Вот я бы подошла здесь двояко. Вот что можно сказать тем, той молодежи, которая придет на голосование? Они будут голосовать за тот закон, по которому им придется жить. Вот вы можете сказать, у каждого человека, наверное, заложено внутри сделать что-то очень важное в этой жизни. Да, мы можем каждый день ходить на работу и делать хорошо свое дело. Но еще хочется сделать что-то, ну, что-то очень важное. И вот мне кажется, что каждый, пусть вот кто придет на участок, тот поймет, что он пишет закон страны. То есть вот та рабочая группа творческая, которая работала, можете себе представить, то есть это означает, что я ставлю тоже свою подпись под тем, что там написано и прописано, потому что это закон, по которому будем жить. Молодежь придет, потому что она должна проголосовать за то, что она хочет именно так жить, потому что оставить как есть уже нельзя. А поколение старшее придет голосовать, потому что они будут знать, что по этим законам будут жить их дети. А кто хочет, чтобы дети жили их плохо? Все хотят, чтобы жили хорошо. Поэтому они тоже придут. И я считаю, что это обязательно, это вот, ну, то нужно просто прийти и проголосовать. Это как бы изнутри и наш гражданский долг. Инна Владимировна, вот давайте все-таки вернемся к теме образования. Она такая животрепещущая, по крайней мере, для меня. Вот скажите, а как вот вы сказали, что ребенок должен стать профессионалом в своей отрасли, которая ему по сердцу? Как найти эту отрасль по сердцу? Вы знаете, это очень большая проблема. Самая сложная задача? Да, это, пожалуй, самая сложная задача, которая есть жить. То есть выбрать то дело, которое будет служить тебе всю жизнь. Вы знаете, очень многие дети себя ищут. Вот я никогда не буду говорить, буду, вернее, говорить о том, что у нас есть ребятки, ребята там седьмых, восьмых классов, которые постоянно участвуют в разных конкурсах, и они себя пробуют. И я им всегда говорю, вы пробуйте себя, где вы себя проявите. Если у вас хорошо получается говорить, вы можете себе выбрать одну специальность. У вас получается в конкурсе проявить в самоуправлении? Пожалуйста, проявляйте себя в другом деле. Если у вас хорошо получается работать с микроскопом, проявляйте себя в другой области. То есть найдите себе то, что вы ищете, найдите себя. И мне кажется, что это очень важно. И, кстати, школа играет в этом очень большую роль. Мне кажется, даже не столько школы, сколько педагоги, грамотные, добрые и любящие. Такие, как вы, например. Спасибо. Нина Владимировна, большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня, озарили своей улыбкой нашу уютную компанию. Напоминаю, в гостях нашей студии Нина Бурлака, финалист республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2018 года». Большое вам спасибо. Да, еще раз мы благодарим, что вы составили нам компанию. Ну, а наш эфир продолжается. И прямо сейчас хотелось бы продемонстрировать те новости, которые наши корреспонденты подготовили. Продолжение следует... Продолжение следует...